Она так шарфиком закрыла лицо, говорит, нет, меня не Настя зовут, и пошла дальше. Ну, естественно, я решила позвонить ее маме, уточнить все, а еще раз описание у нее все узнать. Вот, и я растерялась. Девушка ушла дальше, а я решила, что нужно ее догонять. Поехала вокруг, объехала через Выборгский поселок, и через мост, когда стала приезжать, в железные пути смотрю, она идет по железным путям так одиноко, грустно. Думаю, ну, точно она. Почему-то сердце подсказало, что это точно она. Вышла из машины, побежала к ней навстречу. Она так от меня отвернулась сначала, видимо, хотела, чтобы я ее не узнавала, что это не она. Сказала, что там очень было трудно ей учиться, мама ее не понимала, что вызывали в школу постоянно родителей. Вот из-за этого только она ушла из дома. Я ей показала все расклеенные листовки, что у меня были в телефоне, видеообращения мамы и папы. Ну, естественно, она там расчувствовалась, уже видно было, что она так начала уже волноваться по этому поводу. Приехала ее тетя. Мама была, видимо, дома, просто координировала, куда ехать, я объясняла, где мы находимся. Вот, и, конечно, было море счастья, слез, так же, как и у меня, потому что я была тоже безгранично счастлива сама у мамы. Хотелось бы поблагодарить всю общественность города Выборга, волонтеров, средства массовой информации, сотрудников полиции, которые принимали участие в розыске данной девушки. Благодаря, как говорится, их участию и их всем действиям, достаточно в короткие сроки удалось установить ее местонахождение, и, ну, что ребенок не пострадал за время своего отсутствия. Субтитры создавал DimaTorzok